Вы знаете, о чем мне хочется немножко поговорить сегодня? Я говорю немного, потому что надеюсь, что основное время уйдет на выяснение тех вопросов, которые у нас, естественно, встают и у самих, а еще больше возникают у тех людей, с которыми мы общаемся. Ну и читаем книги какие-то, и слушаем что-нибудь там такое, радио, телевидение, и вопросы действительно возникают. И некоторые из них подчас бывают для человека препятствием на пути к вере, на пути к церкви, на пути ко Христу. Да, действительно, приходится встречаться с такими людьми, и можно только им посочувствовать, потому что иногда эти вопросы, ну, мы бы сказали так, выеденного яйца не стоит, а для человека это целая гора на пути. Вот, поэтому я просто надеюсь и прошу вас, заранее пишите, пишите послания, только не длинные, только не длиннее тетради школьные. Но лучше, если маленькая записочка. Так, тогда будет проще. Сегодня просто мне хотелось поговорить о том, о чем иногда не говорят, или я так, видимо, плохо понимаю, плохо знаю, но вот в те храмы, в которые я хожу, я наблюдаю там такую картину. Но стоят люди, и вот, например, самый важный момент литургии, самый важный, ради чего служится литургия, ради чего все другие богослужения сводятся к этому. Самый важный момент, когда поется, тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим. Поется, и смотрю, все стоят. Все стоят. Я думаю, что такое? Здесь земной поклон надо класть. Совершается самая великая таинство, которая есть в христианстве. Христос отныне на престоле. И все стоим, как свечечки, правда? Очень хорошо стоим. В других случаях и кланяемся, и земной поклон, и до пола. Здесь тебе поем. Молчание. Никакого движения. И я понял одну такую вещь, что, видимо, иногда просто забывают даже людям говорить о том, что такое храм, что такое богослужение, что нужно иметь в виду. Просто даже, знаете так, как себя вести? Даже как себя вести? Об этом, к сожалению, забывается. А это, если хотите, то, что притвор в храме. Еще не в храм входишь, а еще в притвор. А потом уже в храм. Так и здесь, видимо, каждому христианину просто необходимо знать некоторые, не столь уж существенные, но просто нужно знать моменты, сопряженные с посещением храма и с тем, как быть в нем и что он из себя представляет. Вот я и думаю, может быть, сегодня немножечко так поговорю, потому что это действительно важно. Хотя это вещи, кажется, азмучные, хотя, кажется, они бы, ну, на уровне, кажется, детского сознания. А почему детского? Все мы дети. Дай Бог, быть детьми Божьими. Вот так. Прежде всего, один из вопросов, который довольно часто встречается и задают его, зачем ходить в храм? Может, и дома помолиться? Еще в храме еще и мешают. Да. То батюшка не такой, то хор сякой, то еще кто-нибудь здесь появляется. Я лучше дома, лучше же дома помолиться, чем ходить в храм. И такое утешительное, знаете ли, так утешительно. Дома я встал, перекрестился, ну, слава тебе, Господи! А теперь мне пора и телевизор включить. Забывают о том, что такое храм. Это, я вам скажу, великое дело, что возникла такая мысль, и она, кстати, очень возникла давно, это дохристианскую эпоху даже, что стали создавать особые места, куда человек может действительно прийти и, забыв о своих вот этих нуждах всех, проблемах, заботах, ссорах. И чего только у нас нет – хоть немножко побыть перед лицом Бога. У нас такое еще благо, что есть иконы. И здесь особенно легко почувствовать себя перед лицом именно Бога. Вот, один на один. Как это важно! Это уже одно, как это много значит. А здесь в храме постоянно произносится имя Божие, постоянно поется Господи, помилуй! А ведь мы все же грешные люди-то! Вот здесь постоянно поется, сколько раз за богослужением повторяются эти замечательные слова, а дома что? Ну, скажу! Ну, кивну! Головой! В храме мы слышим, можем услышать Евангелие? Я говорю, можем, потому что иногда изо всей силы пытаются услышать. Что же там читаете? Никак не пойму! Какой-нибудь портодиакон рычит Во время Бога! И кончает То есть какую-то пиесу разыгрывает. И у нас настолько привыкли к этим пиесам Священное Писание! А читают как? Изображают свой голос. Какие у него возможности? Вы помните, у Лескова есть такой замечательный рассказ, как купцы, так сказать, хотели там дьякона, выбирали дьякона. Один рыжий, другой чёрный. И вот уж он там изображает, как они показывали свой голос. Вы слышите, по каким параметрам дьякон-то брали? Кто может пониже рычать и повыше свистеть? И всё! А понимает ли народ или нет при этом, что читается? Ой, смешно даже и говорить! Как извратить можно! Так вот, я говорю, что... Но всё-таки, всё-таки, где можно услышать? Хочешь, не хочешь? Дома, может, не почитаешь. А в храме читают Евангелие. Читают апостолы. Более того, ещё священник произносит проповедь. Проповедь объясняет. Потому что, скажу вам, что одна из бед христианской истории, которая оторвала очень много людей от церкви вообще, от православной церкви, заключается в том, что стали утверждать, Писание само себя объясняет. И мне никаких объяснителей не нужно. Речь идёт о протестантизме, который возник в лоне католической церкви ещё в шестнадцатом столетии. И вот до сих пор приходится встречаться с ними, они говорят, Писание само себя объясняет. И когда начинаешь спрашивать, ну, если бы оно само себя объясняли, если бы это было действительно всё понятно, а с чего же тогда мы так разошлись? Почему одно и то же место понимаем совершенно по-разному? Почему вы, протестанты, говорят, мы спасаемся только верою, а мы, православные, говорим, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои? Начинаете прямо разногласия. Почему у нас изначала идут таинства церковные, а там, а там или ни одного не осталось? Или сами таинства превратили в такие вещи, что просто диву можно удивляться? Кажется, причащение – это не что иное, как только воспоминания о тайной вечере. Как, знаете, мы упоминаем кого-нибудь, ну, давайте соберёмся, вот сейчас он был среди нас, да, и так далее, ну, выпьем. Воспоминания о православии говорит, что мы причащаемся самого Христа, если, конечно, человек подходит с верою, благоговением и покаянием. Мы соединяемся с самим Христом, а не просто вспоминаем какое-то событие. Не день победы вспоминаем, а соединяемся – мы можем пережить, ощутить. И многие люди, которые подходят действительно с верою, с верою и покаянием, знают и чувствуют, что даёт причащение святых христовых тайн. Вся душа ощущает, как человек изменяется, какой мир в душе даже наступает, но, повторяю, только при том условии, когда человек действительно приступает с искренним желанием исправить свою жизнь, исправить свою жизнь. Я почему говорю так? Потому что сказать, что с верою, как я уже сказал сейчас, с верой я верю, я верю. И до свидания. Однажды, читая лекции в каком-то университете, студенты спросили, а что это такое вера? А я ненормальный человек. Я как завоплю пожар! Все вздрогнули! Я говорю, что? Почему вы сидите? Не поверили. А если бы поверили, что пожар, сейчас бы вылетели в эти окна и двери все на одного. Я говорю, теперь поняли, что такое вера? Поняли, что такое вера? Это по осознанию вот этой реальности. Вера – это жизнь, а не просто компьютерная информация в голове. Бог там есть или нет Бога? Вера – это жизнь. Так вот, и то таинство Евхаристии или таинство Причащения, как мы чаще это говорим, оказывается, когда человек принимает это с желанием исправить свою жизнь. Это и есть вера! Это и есть вера! Так, с желанием он ощущает то, что уже никакие отрицания и ничего не помогут ему, потому что он говорит, я сам вот это вижу, что вы мне говорите! Я переживаю всем своим существом! У меня пропал гнев на кого-то! Мне не хочется осуждать других людей! Мне не хочется завидовать даже! Я успокаивается, душа моя! Всё это происходит где? В храме! В храме совершается таинство, которое действительно приобщает человека, человека не чему-нибудь, а самой благодати Божией и даже самому Христу! Так вот, священник объясняет это! Как можно сказать? Ну, хорошо, кто-то один подойдёт, что-то спросит. Спросит, может быть, ещё не об этом, а здесь объясняется Евангелие, даётся святоотеческое понимание христианства. Не моё, что мне в голову стукнет! Вы знаете, в деревнях говорили раньше, когда ещё во всех деревнях храмы были, в сёлах, в сёлах видят мужичишка какой-то, что-то у него поехало. А-а-а! Библии начитался, голубчик! Библии начитался! И начал философствовать вот это место! Вот так надо понимать! А вот это эдак, а вот Антихрист тогда-то придёт, а такие-то цифири тот объясняют, и поехало! Да! И чего только нет! Верно! Опаснейшее дело, когда просто я читаю, как будто всё я понимаю! Такая чушь! Вы знаете, сколько мне в Священном Писании, в котором вот люди учатся, в семинарии, годы, годы учатся, и вдруг спросишь, и не знаешь, как понять! Или начинают такие вещи говорить, которые вызывают просто изумление! Почему? И здесь мы обращаемся к серьёзнейшему вопросу, который связан с этим, серьёзнейшему вопросу! К какому? Если мы будем подходить к чтению Священного Писания и просто его пониманию, которое мы слышим в храме, допустим, так, как мне Бог на душу положит, то мы все скоро рассыпемся, как горох из мешка! Вот мешок горох взяли и высыпали! Ах! Где теперь собирать эти горошины? Так и произошло в христианском мире, когда забыли самое важное, самое необходимое, необходимое для каждого человека, святоотеческое понимание Евангелия! То есть то понимание, которое святые отцы дают и говорят, вот как правильно! Слышите? Святые отцы, они говорят, слышите? Вот как надо понимать Священное Писание! Почему им доверять? По очень простой причине! Что если этот человек действительно тот, который своей жизнью прямо показал, что он приобщился той же святыне, которая исходит от самого Господа Бога, то есть он приобщился тому же Духу Божьему, которому и написано Священное Писание, то он и может дать истинное понимание! Но даже здесь скажу вам, православие о чём предупреждает? Мы утверждаем не так, что он сказал один Святой Отец, и это правильно! Нет! Мы говорим, истинным и правильным является то понимание, которое связано связано с голосом многих отцов! Когда мы видим один, другой, третий, пятый, десятый, говорят, вот оно, истинное понимание! Причём независимо друг от друга, люди разных церквей, разных православных церквей, разных народов, если хотите, различного даже образовательного уровня, ничего не зная о другом, говорят, то же самое! Но кто говорит? Святой человек! Тогда мы понимаем, что здесь это не его предположение, этого человека, как мы сейчас возьмём и начнём предполагать! А что, следовательно, здесь мы имеем дело с духовной реальностью, что действительно Дух Божий открывает этим людям истинный смысл Священного Писания! Вот над чём стоит православие! Почему мы говорим, как в храме мы можем услышать голос, голос священника, который не просто от себя говорит! Вы обращали, наверное, внимание, как начинается проповедь? Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Не я вам скажу, а я сейчас буду с такой ответственностью говорить! Избавь Бог, что я свои собственные понимания начну тут вкладывать и людей обучать! Да избавь Бог! Во имя! А чтобы сказать во имя Его, Бога, надо действительно выразить голос святоотеческий, а не свой личный! В мою дурацкую голову такое может прийти, что потом и люди ахнут! В храме мы можем услышать святоотеческое понимание Священного Писания! Но не только просто Священного Писания и тех или иных мест! Мы можем услышать основы духовной жизни верующего человека! Что это такое духовная жизнь? В Евангелии так вопрос не ставится же! Мы же читали Евангелие, там нет такого вопроса, что такое духовная жизнь! Правда же? Ну, конечно, нет! Там дается некое учение, даются заповеди, указывают на грехи. Здесь мы можем найти, Священнослужитель может и должен, конечно, показать, в чём же суть духовной жизни христианина, при каком условии он действительно может быть христианином! Это же в высшей степени важно! Потому что, ещё раз вам говорю, есть такое... Вот о тех же протестантах, когда мы говорим, человек спасается верою! Мы говорим, мы и бесы веруют, и что из этого? Что из этого? Ну, хорошо, мы верим правильно, мы символ веры прочитаем, прочитаю вам символ веры, и скажу вам все основные догматы христианства, скажу, ладно, я кончал школу духовную, и что? Это уже что, христианин? Да вы что? Да можно всё знать и быть бессовестным человеком! Христианин не тот, кто знает все христианские истины, символ веры, и Отче наш, и Богородицу! Разве это ещё христианин? Это начало самое! Если человек стремится, хочет узнать, христианство – это правильная жизнь! Это жизнь правильная, а не просто перечисление определённых каких-то христианских истин! Вот здесь-то, в храме, мы и можем уже получить начало – начало правильной христианской жизни! начало! Надо же их знать! Что самое главное? Что самое главное в христианстве? Что самое главное в христианской жизни, в жизни человека? вопрос, правда же, важный? ой, как важный! Сейчас могут сказать исполнение заповедей – ой, спасибо! Молитва – ой, спасибо! Пречения и прочие таинства – ой, спасибо! Ну, скажу вам, скажу вам, скажу вам, сколько людей, о которых пишут святые отцы, которые находили в прелести, всё это делали! Слышите? И знали истины, и читали Отче нашу и Богородицу, и всё прочее! И всё прочее! И погибали! Слышите, это очень важно! Ходили в храм, принимали все таинства, подвязались и постились, и молились, и погибали! Что же самое главное тогда? Вопрос, важнейший вопрос, который надо знать каждому человеку! Оказывается, вот эти теоретические просто знания, сами по себе не носят характер какой? Компьютерный! Как компьютер в голове! Знания! Даже вот эти сами подвиги, подвиги и пост, и молитвы, и так далее, ещё, оказывается, не говорят о правильности духовной жизни человека! Ну, вспомните хотя бы из Достоевского, братьев Карамазовых, там образ Ферапонта, помните, лжестарцы! Что же самое главное? Ой, как важно это знать! И вот здесь в храме мы можем услышать такие вещи, которые удивительные, о которых действительно не только мир не знает, мирской, о котором, скажу по секрету, знают только, только православие знает! и в православии, так сказать, кое-кто знает, что же это такое! В чём суть? Что нужно для того, чтобы попасть в Царство Божие? Вот вопрос-то как стоит! Что нужно? И вот начинаются очень многие ответы! И то, и другое! И третий ответ поразительный, которого не знала ни одна религия в мире! Первым в рай вошёл человек, который ничего не знал даже об истинном христианстве, который не только не подвязался, а если и подвязался, то в чём? В разбое! Который проливал кровь людей, грабил их! первым в рай он вошёл! Вы знаете что? Вот это утверждение, которое мы отписываем в Евангелии, оно вызывает бурный протест во всех религиях! И действительно, действительно, если бы попробовали, собрали представителей всех религий и задали бы этот вопрос, что он нужен для того, чтобы спастись, попасть в Царство Божие, вам бы сказали, надо исполнить заповеди, надо подвязаться, надо молиться, надо приносить жертвы и так далее. Первым в рай вошёл бандит! Это что такое? Это же не спровержение всех, кажется, христианных, истинно-религиозных! На самом деле! Вот где мы найдём, что такое основа и корень духовной жизни! Та основа и тот корень! Если который человек не будет знать, всё! Крест на его всех знаниях, на всех его должностях, на всех его званиях, санах и так далее, на чём угодно! Что же такое случилось? К чему научает нас этот потрясающий случай, который, кстати, описан в Евангелии от Луки, и у него? К чему он научает? Действительно, это надо понять! Если этот человек не понимает, простите меня, я скажу, он христианином не является! Почему? Он не понимает самого главного в христианстве! Ещё раз повторяю, во всех религиях вам скажут, чтобы достигнуть неба, необходимо исполнить то, что требует религия, заповеди и прочие вещи! Что же тут такое, чему научает нас этот случай? Вспомним только, что сказал этот разбойник, который был распят, и в этих страшных мучениях... Ну, я думаю, что мы можем себе представить какие-то страдания, когда пробиты руки, ноги пробиты, когда малейшие движения, дыхание даже, причиняют страшную боль! И вдруг в это время этот разбойник, распятый справа, вдруг обращается к Христу, и он понял, что этот праведник узнал, невинно распятый, вдруг говорит ему, помяни меня во царстве твоём! Мы, разбойники, достойные по делам своим получили! всё! Ответ! Сегодня будешь со мной в раю! За что? А думаете, в этих великих страданиях вдруг этот бандит осознал, что осознал? Во-первых, что эти жуткие мучения не есть какой-то произвол кого-то такой, поймали и потому, а достойные получили по своим делам! Второе, что поражает, конечно, он в это время страшных мучений вдруг обращается к Христу и говорит, ты помяни меня во царстве! Почему помяни меня? Потому что я там никогда не буду! Потому что я знаю, кто я! Мне там никогда не быть! Ты меня хоть там помяни, а мне там никогда не быть! Я таких дел наделал, что и говорить нечего! Тут же ответ! Сегодня же будешь со мной в раю! оказывается, что же является основанием, корнем, условием важнейшей в духовной жизни человека? Это прийти вот в это сознание того, того, Господи, я никогда там не буду! Я знаю, кто я! Я не могу ни минуты, чтобы не завидовать, ни лгать, ни притворяться, ни обманывать! И чего только нет! Это не только внешнее, а внутри, что ещё чем наполнено? Господи! Да, я знаю, у меня только один путь туда! Ой, если бы кто действительно осознал так себя, то он бы вместе с этим бандитом, слышите? Получил бы, получил бы ту же участь! Сегодня со мной уже будешь в раю! Вот, оказывается, кто спасается! Вот, оказывается, кто истинный христианин! Вот, оказывается, что является основой духовной жизни! А теперь попробовать сопоставить! Тут уже я ни о ком не говорю, кроме себя! Нет! Я думаю, у меня всё-таки уголочек там есть в раю, кусочек! Самые-самые маленькие, малюсенькие совсем, но там! И там, Господи, я с тобой встречусь! Там я увижу себя! И вообще-то, я вам скажу, я не такой, как прочие люди! Это другие, смотрите, какие! Чё там и воровство, и обман, и вообще чего нет! А я хоть, ну, грешный, но всё-таки! Я и в церковь хожу, и свечку через правое плечо передаю, не через левое! Вот! Слышите, в чём наша беда? Самая страшная беда, которую искоренить? Ой, как трудно! Эта беда, как называется? Самомнение! Видение себя всё-таки, ну, как приходится часто говорить, что я не фунт изюма всё-таки! Понимаете ли? Да! Вот, оказывается, вот что стоит на пути к Христу, к Царству Божьему! Вот где направление, путь к Царству Божию! Вот к чему должен стремиться человек! Весь вопрос в том, а как? Ну, как я себя вижу хорошим! Вот и всё! Ну, хороший я человек, и всё! Правда, не троньте меня! Понятно! Это естественно! Не троньте! Иначе я как ёжик тут же вопьюсь всеми иглами! Если затронете! Но я чувствую, хороший человек! И, ну, хорошо, я понимаю, да! Хорошо! Вот разбойник так почувствовал, да! А я не могу! А я не могу! Что для этого нужно? Как прийти в это состояние? И вот мы в храме слышим Самвона, когда священник говорит «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» говорит, посмотрите, послушайте, преподобный Симеон Новый Богослов говорит, что тщательное, то есть понуждение себя к исполнению всех заповедей евангельских научает человека увидеть, насколько он неподобен, несвят, насколько он сквернен, насколько он грешен, насколько действительно он недостоин неба. То есть, о чём это он говорит? Сравни свою свою жизнь, свои мысли, свои желания, которые мы скрываем сейчас от очень многих, в том числе и от самих себя. Если заглянуть в себя, Боже мой, что там только творится в нашей душе, но и в ковчег, только заглянуть стоит. Но когда я смогу заглянуть? Когда я начну сравнивать своё поведение, свой внутренний мир с чем? С Евангелием. А не с тем, как ведёт себя дядя Ваня. С Евангелием. А не так, как говорят нам, общечеловеческая нравственность. Есть она? Ну да, есть, конечно. Хорошие там вещи? Ну, хорошие, конечно. Убивать нельзя, согласен, правда. И воровать нельзя, тоже согласен. Верно, верно. И предателем быть нельзя, согласен. Вы слышите, общечеловеческая нравственность, чего касается. Вот таких самых, таких вещей, которые не перейдёшь. А Евангелие о чём говорит? Об этих внешних вещах стыдно и говорить христианину, что ты не воруй, не убивай, не грабь. Стыдно даже. Об этом и говорить нечего. Евангелие говорит о том, посмотри, о чём ты мыслишь. Ты хочешь узнать, кто ты? Подумай, о чём ты мечтаешь? Что ты хочешь? К чему ты стремишься? К чему ты стремишься? Мы сейчас видим сплошь и рядом. Люди ездят то к мощам, то к четвертым иконам, то в святые места. Зачем? Обратите внимание, что в основном, к величайшему сожалению, идут к святыням не за тем, чтобы помоги мне, Господи, исправиться от моего тщеславия, от моей гордыни, от моей неприязни к людям. Нет, нет, нет! Ну что вы, кто же за этим пойдёт, к чудотворной какой-нибудь иконе или каким-нибудь мощам? Ну, за этим, чтобы пошли? Нет! Конечно, нет! А зачем идём? Ох, у меня с дочкой беда, вы знаете? А у меня сынок запил, а у меня муж загулял. А вот у меня у самой печёнка болит, а то и селезёнка. И о чём молимся? О спасении? От страстей? Да покажите мне этого православного человека, кто, придя к каким-нибудь мощам святым и молился, ой, помоги мне такая-то святая или такой-то святой, помоги мне избавиться от моей гордыни. Редко вы найдёте человека одни земные просьбы, надежды, стремления. Только земное нам подай! Вот, оказывается, что нас интересует! Интересует! То есть, мы, кажется, православные по вере и, кажется, идём к святыням. А идём зачем? Что нам Царство Божие нужно? Да ну что вы! Нам земное нужно! Кстати, теперь поймём, почему будет принят Антихрист тем христианами. Поняли, почему? Он наобещает нам сорок коробов земных благ, исцеления от всех болезней, бессмертие, ген старости будет найден. Вот, Спаситель! А что нам ещё надо? За бессмертие? Да я всё продам! И душу, и совесть, и Бога, и не знаю кого! Вот психология! Правда же, что первым в рай вошёл разбойник! Ой, как интересно! Но ещё более, скажу, интересное, это мы тоже услышим, когда, оказывается, величайшие святые, величайшие святые, которые в церкви так и остались под именем великие святые. Это не так много их! Их совсем немного, которые называются великие святые. Там Афанасий великий, там Сесой великий, Василий великий, к чему они приходили в результате настоящей подвижнической жизни. Спросить простого человека, святой – это кто? святой – прозорливый, чудотворец, целитель. Ну, вот самое главное. Ну да, он хороший человек, конечно, он святой, но его признаки... А что они пишут, эти великие святые? А что они пишут? Чего они достигали, эти великие святые? Это просто, я вам скажу, это удивительно! Просто удивительно! И непонятно для множества-множества христиан. Они все приходили к тому состоянию, которое вот здесь мы видим в Евангелии у разбойника. Пимен Великий говорил, поверьте, братья! Говорил, ну, окружающим своим монахам, которые пришли к нему за назиданием, потому что все видели, что это чудо святости! И что он говорил? Поверьте, братья, я буду там, ввержен туда, где сатана! я предупреждаю, я предупреждаю, не думайте, чтобы эти мельчайшие святые лицемерили, играли в смирение! Это просто хуже, хащунство не придумать! Это Пимен Великий! А когда Сесой Великий умирал, то здесь вообще был потрясающий случай, потому что с нему собрались собратья, и что всех поразило? Две вещи! Первое! Его лицо сверкало настолько сильно, как солнце! На него смотреть было невозможно! Все были поражены! И вот вдруг из этого центра солнца раздаются слова в просьба к Богу дать Ему время на покаяние! Собравшиеся с Сесой тебе рекаются! Они же просто в изумлении пораженные! Ответ! Я не знаю, положил ли я хоть начало покаянию моему! Вы слышите, дело-то не в словах! Вы смотрите, какое чувство! Какое... Что они переживали в себе! Как они ощущали себя перед лицом Бога! Мы-то все себя сравниваем с кем? С соседом? С соседкой? Да! Он убийца, а я-то нет! Что? Он вор! А я своим трудом добываю! Видите, насколько я лучше! С самим Господом Богом сравнивали! Видели! Поскольку они приближались к Богу! И видели себя таковыми! Макарий Великий, которого называли земным Богом за удивительную жизнь его! В молитве утренней, если кто читает, знает, Боже, очисти меня грешного! Яко никави же! То есть никогда же! Яко никогда же сотворих благое пред тобою! Да! Кто из нас может повторить, что я никогда ничего доброго не сделал? Слышите! Читаешь молитву, а на самом деле, ну, ну, почему ж ничего доброго не сделал? Ну, как же! Ну, хоть немножечко, то сделал доброго! Макарий Великий пишет, никогда же сотворих благое пред тобою! А я, ой, сколько натворил благого! что прямо в происходние можно лететь сразу! Какие вещи! Вы слышите, к чему приходили великие и святые! Почему об этом приходится говорить? Потому что вот он корень и основа верной христианской духовности! Без неё, без неё, бессмысленно всё обессмысливается! Всё прочее нужно только для предыдущего, приобретения этого видения себя, чтобы увидеть, кто я есть на самом деле! Без этого мы все хороши! Слава тебе, Господи! Раба Божия! Одна мне говорит, я говорю, вы раба Божья? Ох! Ой! Где ваша туфлю? Дайте поцелую! Потому что я раб страстей, а не Бога! Вот, оказывается, что в храме мы можем услышать! А как себя всё-таки вести в храме? Это же очень важно! Есть некоторые простые, простые вещи, но которые всё-таки надо знать! может быть, одно из важных положений, если началось богослужение, нельзя начать ходить, какую-то поцеловать икону, расталкивая других, все, толкают раз, это что такое? или со свечкой идёт, как таран? Что делает? Ужас какой! Ужас какой! Превращает такое хорошее христианское дело в язычество! Главное, свечку поставить! Господь Бог, конечно, так нуждается в свечках, что вы себе представить не можете! Он... Ай-яй-яй! Или какой-нибудь святой! Нельзя во время богослужения никого отвлекать от молитвы! Никому не мешать! Нельзя ходить по храму! Нельзя! Нельзя разговаривать! Нельзя там по сторонам, во все стороны оглядываться! И ещё об одном хочу сказать о детях! Как вы думаете, какова задача бесов в отношении всех тех, кто стоит в храме? Ну, всем ясно, какая задача? Не дать молиться! Отвлечь от молитвы! Не правда ли? Правда! И вот мамаша вдруг перед всеми ходит с ребёночком, перед всеми! Ребёночка, и она за ним бежит! Ребёночек сюда, и она туда же! Вы слышите? Песовскую работу исполняет! Песовскую работу! Люди невольно отвлекаются! А то ещё ребёнок кричат бегать! Ещё шуметь кричать! А она всем леет над ним! Ах, гнев Божий падает на таких родителей и на детей! Потому что здесь храм, как сказал сам Господь, дом мой, дом молитвы наречётся, а не детской площадкой! А не детской площадкой! Как это важно сказать! Потому что многие не понимают просто это... Приходит в храм, как и всюду, куда угодно! Вы можете где это услышать? Только в храме! Нигде вам на улице не скажут! Напротив скажут, ой, давайте, младенец, как хорошо всё! Да, в храме должно быть благоговение! И всё, что мешает молитве, должно быть исключено! Кстати, знаете ещё, что должно быть исключено? Вот у нас в Академии исключили полностью! А помню, было! С тарелками начинают ходить! Расталкивая людей! Люди хватают туда в карманы, в кошельки! Кто-то кладёт! Кто-то сдачи это берёт! Какой ужас! Во что превращают храм! Какое безобразие! Отвратительное явление! Да ещё, а то ещё не раз пройдут, а то ещё два, а то и три! Шш! Безобразие какое! Храм мой домом молитва наречётся, а не сбором денег! Эти деньги пропадом пропадут, если они собираются тем, что лишают людей молитвы! Как это важно помнить! Это одно из важнейших условий пребывания человека в храме! Это необходимые просто условия! Но это когда мы говорим о внешней стороне! Кстати, из внешней стороны, вот хороший был обычай! Вот у нас, например, в семинарии, семинарию он ещё сохраняется! У нас мужчина проходит сразу с правой стороны, женщины с левой стороны стоят! Но это всегда на Руси так было! Всегда распределяется! Ну, это правый фланг, так сказать, мужчины! Их меньше, конечно! Ну, пожалуйста! Но всё-таки разделение! Никогда не было, чтобы стояли под ручку в храме! Или держать за ручку в храме! Оставьте! Пожалуйста, там у храма всё это оставьте! Мы пришли здесь не для того, чтобы за ручку или под ручку держаться, а совсем для другой цели! Это важно тоже знать! Потому что всё это нарушает атмосферу, храмовую атмосферу, атмосферу благоговения, атмосферу предстояния пред Богом! Пришли не в театр, а в храм! Очень важный момент, который касается, например, причащения. Да, к причастию нужно идти не толкаясь! Ни в коем случае! Не лезь вперёд, да избавит Бог! У нас сейчас настолько привыкли к этим очередям, что даже к причастию толкают друг друга или вперёд забегают, Боже мой! У людей вызывают какой-то гнев даже! И не понимает этот человек, что он лишает себя причастия, подойдя, кажется, и причастившись! Лишает себя! Надо же понимать! Иуда причастился? Получил? Получил! Проглотил? Проглотил! Что случилось? И с этим куском в него вошёл сатана, а не Христос! Как важно это знать! Там, где нет благоговейного состояния, без благоговейника на чеку, уступай даже другим, пожалуйста! Поэтому руки складывают на груди крестом перед причастием. И, кстати, после причастия, иногда смотришь, идут к запилочке вот так! Оказывается, идут к другому причащению! Ай-яй-яй! Ну, к чашу понятно, что мы... А вот здесь к запилочке идут, сложив руки крестом! Вообще изумительно! Да! Всё! Причастились! Можете просто держать руки! Обычно! Вы идёте уже не к причастию! Надо же это всё-таки... Ну, знать эти вещи! Да! В храме, насколько это возможно, нужно стараться держать себя во внимании! Каком внимании? Есть ли это возможно и понятно? Нужно стараться участвовать в богослужении! Читают что-то! Поют что-то! Стараться понять! Есть ли это возможно? Иногда это невозможно! Для многих, может быть, ну, и славянский язык подчас бывает трудноват, но всё равно многое мы можем понять! Уж Господи помилуй! Все поймём! И подай Господи то же самое! И Тебе, Господи! И слава Тебе, Господи! Все основные молитвенные слова мы понимаем! И дай Бог, чтобы, хотя бы понимая этого, мы произносили их вместе там с хором, с чецом от всей души! Нужно в храме учиться молиться! Вы знаете, мы не найдём нигде другого такого места, как храм, когда можно... Ведь богослужение продолжается! Два часа! Полтора! Два! Два с половиной! Ну, неважно! Часы! Здесь мы можем учиться молиться! Обращаю внимание, что мы как-то совершенно... совершенно не продаём значение! Что, оказывается, молитве надо учиться! Мы думаем, а чего тут учиться? Что я не могу сказать? Простите меня! Преподобному Серафиму Романцову подошёл один монах и сказал, «Батюшка, я вот имею непрестанную молитву!» Знаете, что он ему ответил? «Нет у тебя никакой молитвы! Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к руганьям!» Тот бедный, как ошарашенный, отошёл! Господи, 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 соль! Все, Господи, соль! Господи, соль! И что-то сверкает! Или без щёток! Болтологией занимается! Вместо молитвы – болтовнёй! И это называют молитвой! Попробуй, как человек, подойди к другому, к своему знакомому или к начальству и начните ему тараторить то, что вы так, как мы тараторим молитву. Ты уже выгонит этот начальник из кабинета! Ты что, скажешь, с ума сошёл, что ли? А Богу, оказывается, нужно учиться молиться! Как же нужно учиться? А совет святых – молитву нужно совершать неспешно! С полным вниманием, благоговением и покаянием! Вот это правило, оно особенно относится к так называемой молитве Иисусовой. Это краткая замечательная молитва, которая завещана нам святыми отцами. Она звучит так – «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня!» Так вот, надо это произносить с вниманием и неспешностью. Молитва небольшая. На ней очень легко учиться правильной молитве. Потому что мы все привыкли уже. Отче нашу, если на них все достичь своими, то-то-то-то-то-то-то-то. Интересно, кому читается молитва? Кому? Это действительно Отче наш? Или к кому я обращаюсь? Причина, я бы сказал, умоления христианства. Причина, если хотите, того, что само православие все больше приобретает чисто внешний характер, заключается в том, что никто не учится молиться. А как придется? Даже, Господи, помилуй, сказать от всей души, мы не учимся. Два слова! Уж я не говорю, Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Там, где нет внимания, там нет молитвы. Слышите? Нет молитвы. И я пришел в храм, простоял часочка два, два с половиной, и что я сделал? Занялся самообманом, что я все два с половиной часа, я ни разу не помолился. Вы подумайте только. Мечты, воспоминания, чувствования, да, если молитва, та-та-та-та-та, и ни разу не помолился за всю службу. Какой-то ужас! Вы представьте себе! Ну, ладно, я в эту службу не помолился, я в другую. И другая тоже самая. Третья! Опять тоже самая. И всю жизнь. Одна же вот так на лекции одна женщина встает и говорит, скажите, пожалуйста, вот я уже, называют, несколько десятков лет, я православная, хожу в храм, исповедуюсь, причащаюсь, все делаю, и я не вижу в себе никаких изменений. Хороший вопрос. Ой, да чего ж хорош вопрос! Ой! Я её так поблагодарил при всех, говорю, ой, спасибо вам большое, что вы открыто сказали то, на что мы даже не обращаем внимания, ведь мы все, какие были, такие и остались, что мы стали больше любить других людей, мы стали более милосердны к их недостаткам, мы стали менее их осуждать, меньше раздражаться, меньше завидовать. Нет! Каким я был, таким остался. Вот ужас-то! Почему? По той простой причине, одна, по крайней мере, главнейшая причина, мы не учимся даже, даже не учимся молиться, я уж не говорю, что не молимся, мало того, что не молимся, а мы ещё и не учимся молиться. Святитель Игнатий Бринчинов так и называет три важнейших условия, при которых молитву можно назвать только молитвой. Это внимание, это благоговение, и это покаяние. Нет этого! Всё! Не будем заниматься самообманом! сходил в церковь, слава тебе, Господи! И тут же обругал кого-нибудь. Ну, благодати набрался уже, ну, конечно, и тут же обрушил все свои страсти на другого человека. Важнейшие условия! Нет религии вообще, тем более нет христианства, нет православия, там, в том человеке, который не молится. Или молится о чём? И тут опять начнём перечислять, о чём мы молимся? О земных наших делах! О земных делах мы только молимся! Молимся ли мы о своих страстях? О своих грехах? О своих проступках и преступлениях? Ну, что вы! Ну, что вы! Я вам хочу вот зачитать одни замечательные строки Святого Отца, который пишет, «Не будь безрассуден в прошениях твоих к Богу, чтобы не прогневить Бога малоумием своим, малоумием своим, просящий у царя царей чего-нибудь ничтожного уничижает Бога!» Слышите, как? Вот это мысль! А просить можем многое земного и просим оказывать, не уничижай Бога! Какая же должна быть молитва? Уже когда болит, невольный человек, кажется, ищет помощи! Ищет помощи у Бога! Какая же молитва может быть правильной? Только одна! Господи, достойное по делам моим со мной происходит, что у меня вот такие неприятности, достойное осознаю! Ты видишь, что бы я хотел, но да будет Твоя воля, а не моя! Господи, помилуй! Вот что! А не требуйте Бога, подай того, подай сего! Нельзя прогневлять Бога! Один из святых пишет даже так, Исаак Сириан, если ты вдруг получишь доступ к великому царю, и у него начнешь просить гноя, то что с тобой будет? Бог есть любовь! Надо понять, какая любовь! Любовь здравая, разумная! Бог любовь есть! Следовательно, Он готов каждому из нас дать всё! Вы слышите? Все блага! Все земные и небесные! Всё дать нам! И если не даёт, то, наверное, что-то Он в нас видит! Посмотрите, как иногда бывает с человечком! Был ничего и человек, кажется! Подняли на ступеньку, на две, и кем стал? К нему и на казе не подъедешь! Как говорят? Боже мой! Был человек, как говорят, а стал скотина! Вы слышите, что с нами происходит! Мы не знаем, мы не знаем, как себя поведёт! Вот человек скромно живёт, дай ему сейчас богатство! И он с ума сойдёт от своей гордыни и так далее! Нужна всё-таки вера нам! Вера нужна в том, что Бог есть любовь, и что Он готов дать нам всё, что можно дать! Вот! Сама любовь готов всё дать! И если этого нет, то, видимо, есть серьёзные причины! Что такое скорбь? Сейчас говорят, Бог наказал! Боже мой, какое безумие, какое оскорбление Бога! Бог – это врач! Разве хирург наказывает, когда режет человек, да ещё вырезает из него что-нибудь, это он наказывает, да? До чего же мы дошли! До какого примитивного сознания! Судивляться приходится! Ещё бы! Инопланетянин посмотрит! Пришли два человека к этому в белом халате! Одного тут же на курорт, а другого на стол, да ещё начинают режуть его! Скажут, ну, первый, наверное, угодил ему! Слава тебе, Господи, наверное! А второй? Я всё насолил ему, если режут его! А на самом деле, на самом-то деле, у первого туберкулёз лёгкий, и он его посылал, конечно, в санаторий, а у второго – острый аппендицит! Надо немедленно делать операцию! Резать! Если бы мы поняли, что все те скорби, которые случаются с нами, это есть не наказание Божие, это есть не что иное, как следствие наших, наших духовных болезней! Болезней! Только Бог, как врач, знает, какое лекарство лучше дать, если бы мы так понимали, если бы мы так относились, то мы действительно тогда молились, молились Богу в любой скорби! Господи, достойное по делам получаю своим! Ты знаешь, что мне лучше сделать! Благодарю Тебя, Господи! Да! Помилуй меня! В скорбях, в перенесении скорби есть три ступени, ну уж, поскольку зашла об этом речь, и очень важно их знать! Первое – ну, просто терпеть! Ну, а куда денешься? Ну, хоть не роптать! На Бога, на людей! Вторая ступень – очень важная и необходимая! Это вот та, которую приходится сейчас повторять много раз! Осознать, что достойное по делам своим я получаю! Тот человек, который сознательно скажет это, увидит это, почувствует огромное облегчение! Но есть ещё третья ступень! Если кто сможет на неё взойти, тот в скорби найдёт рай Божий! Это третья ступень! Слава тебе, Господи, что ты послал мне эту скорбь! Благодарю тебя, ибо я знаю, что ты – любовь! И ты мне даёшь хоть немножко за свои грехи пострадать! Ты пострадал за наши, а мне хоть за свои! Слава тебе, Господи! И вот совет, практичный совет, практический совет, пожалуйста, стоит запомнить, когда что-то очень тяжело на душе, очень происходит что-то, такие неприятности большие, совет, святоотеческий совет, стоит запомнить, надо, надо начать, повторять, сначала, может быть, только одним языком, потом умом, потом и сердцем. Слава тебе, Господи! Благодарю тебя, Господи! Сколько раз повторять? 20, 40, 100, 200, и увидит опыт, говорит, опыт уже огромного числа людей, говорит, скорбь, как внутреннее состояние души, уходит! Уходит! Это изумительный рецепт, который знают только христиане! Только христиане знают этот рецепт! Знаете, как кулинарный? Вот знает кучечка небольшая, и всё! Только христиане! Но, к сожалению, редко кто пользуется этим. Мы сами себя мучаем! Чем? Вот же, есть же лекарство! Вот таблетка! У тебя голова болит? Ну, выпей! Нет! Да выпей! Ну, что ты! Слава тебе, Господи! Благодарю тебя, Господи! Тысячу раз! И увидите, религия – это опыт! Это опыт! И вот один из опытов, который следует провести каждому христианину! И я думаю, мы тогда можем и друг другу как помочь, и этим же советом! И вообще другим людям даже можем помочь! Дай Бог, чтобы мы это делали! Ну, что же, спасибо вам! Спасибо вам большое! Спасибо вам, Алексей Ильич! По ходу вашей лекции уже стали возникать вопросы, вопрос, связанный с лекцией, о том, что вы сказали, касательно детей в храме. Не совсем понятно, как быть детьми в храме. Конечно, они не должны мешать моляшимся, но они не могут стоять в острунке два часа, как взрослые. Если так, и в школе, то на радость дьявол возрасту подростка они получат отвращение в храм. И молитвы. Если же выводить ребенка, например, на улицу, то в каком положении оказывается мама? Она на несколько лет оказывается лишена ли другим? Разве нельзя позволить маленькому ребенку временами походить по храму, и ему, что же интересно, только что бы не шумело и не помолится? А в это время, когда ребенок ходит, мама молится? Она не в храме, и пусть себя не обманывает. Я удивляюсь, непонимание какое. Да, увы, маме – да. Приходится так, что она будет редко в храме. Но она в храме только тогда, когда она может молиться, а не бегать за ним и не смотреть, куда он побежал, хватать его. Не только она не в храме. Она и множество других людей, которые вокруг выводят этим самым из храма. Они уже не в храме, а они с этим ребенком. Вот в чем дело. Это опасное дело. Что вы? Нельзя своих детей делать орудием бесов. Орудием бесов! Надо же это понять! Задача бесов – не дать молиться людям. И здесь, пожалуйста, вам. Бегает себе, как? Все, все. Люди уже не молятся. Да, ну что ж, потерпи. Потерпи немножко. Приучай постепенно. Зайди на 10 минут. Зайди на 15 минут. Постепенно, постепенно приучать надо. Иногда можно видеть просто удивительное явление, когда ребеночек, ему еще не знаю, 4 года, стоит, великолепно стоит. Почему постоянно понемногу приучают ребенка? А это не приучение совсем. Нельзя так, нельзя так делать. Что вы? Это опасное явление. К сожалению, вот, вы знаете, ну, он же ангелочек. На это приходится сказать, с какими крылышками, беленькими или черными, когда он по храму бегает? Совсем забыли, что мы делаем. В общем, одним словом, нельзя служить врагам рода человеческого. Вот так. Уважаемый Алексей Ильич, как забрать близкого человека из секта? Ну, слушайте, такие вопросы вы задаете. Ну, разве это можно ответить в такой общей форме, не зная человека, не зная степени его уж вовлеченности в эту секту, не зная, какая это секта? Ну, что вы? Ну, разве это можно? Такие вопросы вы задаете. Вы знаете, это самое общее... Я скажу, можно убивать? Скажите мне. Сейчас скажут, нет, нет. Как нет? Как нет? Преподобный Сергий послал монаха даже, и он тут же поразил. Всё зависит от чего? От множества условий. Так и здесь. Ну, что, разве можно такой вопрос ответить? Это общая постановка. Здесь невозможно ответить. Что нужно делать? Общаться с ним? Нет. Как общаться с ним? Это вопрос другой. Конечно, если вы, если у вас есть такая возможность, конечно, тем более, если родной человек, если вы имеете, ну, достаточные способности и образование, то можно, конечно, что, познакомиться с основами этой секты и показать, каким результатом приводит она человека. Но мало этого. Вы знаете, почему в секты уходят? Потому что не знают православия. Если бы только узнали, что такое православие, какой оно даёт красоту человека, да никто бы во веки веков не ушёл. А у нас ведь что иногда бывает, вы знаете, вот на моих глазах. Пришёл человек, ничего не знающий, руки назад, подбегает какая-то, бах, по рукам ему. Я думаю, ой, какая религия любви! Пришёл он, да! Христианство, религия любви! А к сектам придёт? Его оближут всего! Мы гоним! А если бы он знал, к чему призывает христианство? В плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, кротость, воздержание! Вы подумайте! Вот что такое христианство! А вместо этого, что видит человек, когда он этого ничего не видит, и этого не знает, то он идёт туда, естественно, где его принимают с распростёртыми объятиями. Конечно, если вы хотите, то... Ну, для этого надо хорошо познакомиться... Ну, конечно, познакомиться надо из этой секты, с основами её учения, и самое главное, самое главное, всё-таки уметь показать, что же такое православие, что оно даёт человеку! Что оно даёт человеку! Вот вопрос! Если вы не ответите на него, всё! Всё! Зачем ходить? Это тут стоять бессмысленно, да, в храме, когда поют ещё на почти непонятном языке, чё-то там бормочут, слышите, какую можно карикатуру создать на христианскую церковь? И тогда человек действительно может сбежать! В общем, это работа порядочная, чтобы человека выловить оттуда, но если он не перешёл, уже грань! Знаете, есть грань, когда происходят какие-то психологически необратимые процессы, и тогда уже бывает поздно, и ничего не сделаешь! Тогда только остаётся правильно молиться! А ещё скажу один момент! Если мы действительно за кого-то очень болеем, неважно, живого или усопшего, но очень болеем, действительно хотим, хотим помочь ему, то нужно вот что сделать! Христос ученикам, которые не смогли изгнать беса из больного, сказал, этот род изгоняется молитвою и постом! не просто молитвою, не просто записочкой к батюшке, батюшка там прочитает записочку, имя, а молитвою, во-первых, правильной, о которой мы говорили, во-вторых, постом! То есть, ради этого человека, Господи, я вот отныне, вот, сколько там времени, это зависит от человека, день, неделя, месяц, год, вот на моих глазах был случай, у священника одного дочь сломала ногу, и он, человек ведущий, очень хороший образ жизни, но, прямо сказал, до тех пор, пока у моей дочери сломанная нога не станет такой же здравой, как прежняя, я не выпью теперь отныне ни глотка вина! О! Мне так понравилось! Причём я точно знаю, что он так сделал! Вот это мне понравилось! Он отдал часть своей души, а не просто записочку написал, а не просто слова произнёс, Господи помилуй, а от себя ничего не дать! Ведь мы как молимся? Мы от себя ничего не хотим дать! От себя надо дать! Вот отныне не пью! Ну, хорошо, не можешь совсем! Хорошо, 40 дней! Воздержусь на 40 дней! Необходимо принести жертву духовную жертву надо принести! Тогда будет действенна молитва! Кстати, это может иметь значение и в отношении того ближнего, который попал в секту! Вот так! Алексей Ильич, дети после окончания православной гимназии идут в храм. Они очень хорошо знают всю службу, могут всё отнестить, а храм могут, почему, что не так? Дело в том, что основная беда, о которой уже я сказал, в православных, кажется, школах, о, если бы только в гимназиях, не буду дальше продолжать перечень, нигде не учат молиться! Тот, кто научится молиться, я вам скажу, он жаждать будет просто молиться! Он жаждать будет! Потому что молитва, это действительно даёт великое утешение душе человеческой! Великое утешение! Поэтому тот, кто научится молиться, он ни за что не променяет молитву! Ни за что другое! Он сам потянется в храм, побежит в храм! А у нас во что превращается? Он стоит за богослужением! Почему? Положено! Сегодня вы все причащаетесь! Ну, ладно, причащаемся нам! Вы слышите? Превратили в форму! Великое дело! Души превращаем в форму! Нисколько я не удивляюсь, что после такой формы, когда человек мучается, переминается ноги на ногу, стоит в храме, когда же это кончится! Да! Что он после этого, когда уже он не обязан идти в храм, он и не пойдёт! Слышите? Молиться не учим! А молиться надо учить с самого малого возраста! Да! Сыночек, дочка, надо с вниманием произносить! Обязательно с вниманием! Ты не тараторь! Внимательно надо! Приучать прям надо! Внимательно! Вот давай с тобой произнесём! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слышите? Вот как надо учить! А у нас что? Ну, расскажи Богородице! Та-та-та-та-та-та-та! Ой-ой-ой-ой! Да! А теперь и отчинаш! Ой! Там же символ веры! Ну, вверх совершенства! Всё знает наизусть! Долго ли записать, допустим, магнитофон, да и всё, нажать кнопку, и тоже прокрутит! Чему учим? Надо учить не словам молитвы, а учить молиться! Я вам скажу, в этом вся беда, что религия уходит от людей! Вопрос по Евангелию от Иоанна, в беседе с Никодимом, Христос говорит о необходимости родиться свыше. Как? Что значит родиться свыше? Вы знаете, здесь приведена беседа в таком сокращённом варианте, что, короче, кажется, больше и некуда. Поэтому здесь только есть некие намёки, и всё. Но святые отцы говорят, что рождение свыше – это дело очень такое серьёзное, важное и трудоёмкое. Это то, о чём говорил Серафим Саровский, когда сказал, что цель христианской жизни состоит в стяжании, то есть приобретении Духа Святого Божьего. Это, если хотите, плод правильной духовной жизни. Плод правильной духовной жизни. Плод, что такое рождение свыше, предполагающий правильную молитву. Но, как мы сказали, критерием этой правильности, правильной духовной жизни. Что является критерием правильной духовной жизни? Приведу слова. Замечательные слова. Первым признаком начинающегося здравия и души является, угадайте же так, чудеса. Ах, прозорливость! Да, предсказания! Вот такие мы люди! Первым признаком начинающегося здравия и души является, наконец-то, видение своих грехов. До этого они у меня так проскакивают и всё. Да я просто внимания не обращаю на них. Просто никакого внимания. Все пролетают мимо меня, я мимо них. Первый признак. Вот критерий правильной духовной жизни. Я начинаю всё больше видеть. Действительно, Господи, я ни одного часа не могу провести. Ни одну минуту провести правильно, оказывается. Всё не туда. Внимание! Вот эта правильная молитва, да, она и приводит человека в конечном счёте к видению своей греховности. Это важнейшее положение. Почему? Вот недавно знакомая одна. Всё! Сорок лет, молодая, цветущая, всё! Случайно почему-то пошла в больницу. Рак четвёртой степени. Слышите? Мы невнимательны к своей жизни, к духовной жизни. Я уже говорю не о теле, а о душе теперь. Невнимательны. Все грехи наши, которые мы творим непринутно, всё пролетает мимо нас. Так вот, первым признаком, началом, что хотя я, кажется, начинаю что-то видеть, это видение своих грехов. Он даже дальше продолжает. Этот человек бесчисленных, как песок морской. Вот оно! Если бы мы пошли по этому пути, вот он критерий, тогда бы мы совершенно иначе относились, относились к очень-очень многим, так сказать, положениям нашей жизни и поняли бы очень многое. Вот он критерий. Его надо держаться. А в народе – нет. В народе кого ищут? Ну, сколько раз тут обречались? Где тут прозорливый старец? Какой виденький? Мне нужен прозорливый старец, а вы мне тут, не знаю, кого ещё начинаете. И который чудеса творит, говорят, исцеляет. Даже. Слышите, что ищут? Язычество! Классическое язычество! Хотя мы православные. Христос пришёл спасти нас от страстей и грехов, а мы от чего? От чего угодно! Только не от этого! Вот так! Вот в чём суть, суть, вот в чём и ошибки, и критерии, и в чём суть нашей духовной жизни. Вот в чём всё состоит. Это надо, по крайней мере, хотя бы знать и помнить. Что должен христианин знать от двухсторонней силы? И может ли человек, священник, изгонять бесон, или это является критерия, что сегодня происходит? Лучше не вникать в эту область. А нужно бороться со своими страстями и каяться в своих грехах. А о той силе лучше не стоит заниматься, а уж изгонять бесов. Святые отцы говорят, изгонять бесов может только тот, кто изгнал из себя страсти. Вот кто! А не просто батюшка! Не просто даже хороший батюшка! Вы знаете, что преподобный Сергий за всю свою жизнь только однажды исцелил бесноватого? Только один случай был! А Антоний Великий, которому привёл один генерал свою дочку, даже не открыл дверь ему, а там из-за двери сказал ему, знаешь что, я такой же грешный человек, как и ты, но если ты хочешь, чтобы твоя дочь исцелилась, вот иди вот в тот вот храм и помолись там. Генерал поверил. Пошёл со слезами помолился. Дочь исцелилась. Один раз! А теперь по расписанию придите в нашу лавру. По расписанию творим чудеса! Боже мой! До чего мы дошли! И откуда это идёт? А вы знаете, что в Римской католической церкви вот уже много лет существуют специальные курсы, слышите? Двухмесячные курсы по обучению студентов того, как исцелять бесноватых. Вы слышите? Вы слышите, до чего дошло? Вы подумайте, до какого извращения! То, чего достигали святые! Какими подвигами и никогда не пользовались этим! Тут двухмесячные курсы, всё в порядке и больше ничего! Кстати, их возглавлять сейчас будет. Забыл я его имя, но один епископ католический, который сначала женился на последовательности Муна, но потом всё-таки раскаялся, так, после этой женихбы, да. И теперь ему, кажется, поручили эту область. Да замечательно! Просто красота! Да! Никакой батюшка не может этого делать! Сейрод изгоняется молитву и постом, а не крапилом и крестом. Почитайте хоть деяния их апостолов, как эти семь сыновей первосвященника нарвались на одного, пришли, стали изгонять. А этот бесноватый сказал, знаю Павла и Христа знаю, а ты кто такой, а вы кто такие? И сколотил всех семерых. Причём не просто сколотил, а ещё начал срывать с них одежды, сорвал одежду, они пытались сопротивляться. И они потом галяком дули по улице от него. Картинка изумительная! Это был образ, показал, то же самое будет происходить и с теми нашими священниками, которые будут заниматься этим делом. Как ты смеешь изгонять бесов, не победив прежде своих страстей! Вот закон духовный! Почему мы с вами осуждаем? И у них есть... Тоже причин хватает! Увы! Я же вам говорю, увы! Увы! Господи, помоги им исцелиться! Не тем больным, а тем батюшкам, которые этим занимаются! Им помоги Бог исцелиться! Так же, как и нам! Такой вопрос, Василий Васильевич! Многие дети культуры были протестантами и прославляли Бога после музыки и картинок, своих произведений. Не говорите об этом? Это о том, что протестантизм тоже евразийский мир. Это вопрос. Вот видите, как вы хорошо назвали. Я могу прославлять Бога и музыкой, и литературой, и искусством. А Христос мне говорит, ты что занимаешься глупостями? Ты можешь меня прославлять только одним – борьбой со своими страстями, а не музыкой, литературой, картинами. Скажут, вы что, с ума сошли? Я что, пришел ради этого? Если бы это было нужно, так я бы пришел бы гениальнейшим живописцем, гениальнейшим композитором, гениальнейшим полководцем, императором. А он пришел нищим и сказал блаженно нищий духом, то есть смирившийся человек, а не тот, кто много написал и много сочинил. Неужели это... Вот видите, полное непонимание! Так вы знаете, пока я ничего не написал, ну, я так вот, другие написали. А когда я много написал? О! Я уже, как я вам сказал, не фунт, изюма. Я не такой. Знаете, у Феофана Затвордика есть замечательная фраза? Сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие люди. Вот так. Так. Поэтому, что все это, все это внешнее, что это дает? Если моя вся душа, вся душа заражена страстями, и я даже не приложил еще и начала к тому, чтобы начать хоть немножко бороться со всякой гадостью, которая во мне сидит. «Дай мне душу твою», говорит Господь, а не твои картинки и музыкальные пьесы. Ну, это смешно. Так вот, протестантизм в чем виновен? Слушайте, приходилось, ну, постоянно вот так, за столом мы же сидим, да, с ними разговаривать. Ведь представьте себе, какая вера? Оказывается, лютер, основоположник протестантизма, прямо чёрным по белому записано, пишет человеку, человек, верующему, верующему, прощаются все грехи, прошедшие, настоящие, и, ура, будущие! Все грехи! Спрашивают его, как же быть? Прощать, значит, уже становятся негрешными? Нет, говорит, мы грешны, но праведность Христа закрывает от Бога, Христа, а теперь от Бога, нашу греховность, и мы, и мы оказываемся оправданными пред Богом. Вы слышите? Не очищенными от страстей, слышите? Не исцелёнными от страстей, а оправданными. Хорошо бы, если представьте себе, человека искалеченного, да, привезли там к какому-то хирургу, в больницу, и ему сказали, будьте спокойны, мы вас не отдадим под суд, мы вас оправдаем, вы невиновны, идите! Скажет, как идите? Я калекарь, вы слышите, в чём беда протестантизма? Боже мой! Оправдание! Исцеление от страстей необходимо, а не оправдание! Патриарх Сергий наш, строгородский, по этому поводу писал, какой ужас проповедуется! Это значит войти в вечность, в вечности быть во всех страстях! А что такое страсть? Слово страсть – страдание! И каждый знает! Одна зависть, что сделает с человеком, а злоба, а оправданная! Да нет! Дело не в оправдании нужно, а исцеление! И спасается человек не пустой верой, а спасается чем? Вот с чего мы начали сегодня! Они даже этого не знают! К сожалению! Спасается чем? Смирением человек! А смирение приобретается! Ой, каким трудом! Борьбы со своими страстями! Борьбы, покаяния, правильной духовной жизнью, правильной молитвой! Вот вы себе представить не можете даже! Да, до чего там даже! Вот, сидит нога! Лучше я показывать не могу, потому что стол очень высокий! Я бы вам показал бы сейчас! На месте, то есть на литургии! Вот так, нога на ногу! Ну, камероса нет, сидит! Это ждёт сейчас и в христианский канон идёт! Да! И потом, значит, идут притчаться! Да! Причём притчение-то, как понимается, у разных протестантов по-разному! У кого-то, как я вам говорил, это только воспоминания о Тайной Вечере лишают себя такого великого таинства! Вы подумайте только! Других просто, вы знаете, там полное обнищание духовной жизни! Никакой духовной жизни! Всё! Ты верующий? Всё! К тебе все грехи прощаются! В том числе и будущее! Ура! Вы слышите? Ура! Всё! Пока не поздно, переходите! Да! Не нужно будет ни постов, ничего не надо! Всё там отменено! Ни этих длинных служб! Тоже ничего не нужно! Всё! Вот в чём беда-то! Просто жалко! Вот приходится с ними говорить и удивляешься! Я говорю, ну вы что говорите? Как это будущие грехи прощаются? Вы что? Верующему! Всё! Мы говорили об этом, ой, как много! Но от этого протестантизм не отступает ни на одну йоту! А почему? Потому что отступить, значит, надо трудиться над собой! А это самое сложное! Я готов гору сдвинуть мне легче, чем победить хотя бы одну страсть в себе самом! Вот на что, так сказать, не обращается внимание! Там совершенно не знают основы этой духовной жизни! Всё утрачено! Утрачено! И они в этой традиции воспитаны! О них можно только молиться! И только жалеть! Только! Беда! Оставили святоотеческое наследие о духовной жизни! Оставили всё! Древние святые отцы забыты полностью! Я говорю, те, которые говорят о духовной жизни! Вот так, пожалуй, да! Два вопроса! Знакомы ли вы с култанами? Озово! Основы древней церковной антропологии! Волитвы анокристианами! Первый такой вопрос! Озово! Озово! Второй вопрос! Ум кричит, а тело и душа не слушают! Что, что, что? Ум кричит, а тело и душа не слушают! А тело и душа не слушают! Ну и вопрос! Ну, во-первых, Позов, да! Он, это хороший такой, он историк, да! У него, у него такие неплохие работы, в общем! Вот так! А в отношении, в отношении второго вопроса, об этом, что же мне отвечать, когда апостол Павел прямо пишет? Бедный я человек! Делаю не то, что хочу, а то, что противно как раз моему уму! Ум хочет одно, а плоть – другого! И он об этом, пишет апостол Павел, очень-очень сильно! Очень сильно! Святые отцы объясняют, как можно привести в некую гармонию ум своей душой и своим телом! Нужно начинать с малого! Что значит с малого? Начинать бороться с теми мыслями, с которыми мы можем и бороться! Мы же с мыслями совсем не боремся! Это удивительное дело! Мы мысль не считаем за грех! Это до чего дойти? До какого абсурда! Так все дела начинаются с мысли же! Так вот, святые отцы и говорят, что, повторяя слова Евангелия, верный в малом над многим будет поставлен! И этим малым является то, что я еще могу, с чем могу я бороться! Могу еще! Вот с этого надо и начинать! И если человек начнет с этого, то он придет и к большому! Так же, как все спортсмены! Вы что думаете, сразу это прыгать там на 2 метра 30 сантиметров там, что ли, сразу? Ну что вы! Ой, сколько ему бедного тренироваться пришлось, чтобы прыгнуть, прыгнуть, да нет! Или поднять тяжелую штангу! Или спринтерскую там, развить скорость огромную! Посмотрите, недаром по-гречески слово аскет, аскет, Это в переводе на русский язык можно перевести, как спортсмен! Да, спорт! Только есть телесный спорт, а есть духовный труд! Вот, оказывается, какое дело! Да, поэтому нужно начинать с малого, кто хочет! Но это редко кто хочет, я вам скажу! Вот теоретически, так сказать, можно и запросить, интересно! Никто не хочет! Самая наша страшная беда – я не хочу менять свою жизнь! Понимаете, в чём дело? Мне так, ну, нормально мне! Ну, нормально всё! Я верующий, ну, и всё! Не хочу я менять свои жизни! Захочу, может, тогда, когда я не знаю, что там уже произойдёт! Когда гром грянет среди ясного неба! Вот так! Несколько вопросов о том, как помочь людям болеть, страдающим алкоголизмом! Крестник родственников, крестница, если болеют алкоголизм, если они сами тоже желают исцелиться, но не получаются они, как близкие родственники могут поддержать? Ну, вот, вы знаете, если сам хочет этот человек, тогда, говорят, всё-таки немножко попроще! То есть, он действительно сам хочет, но не может! Но сейчас же есть и некоторые медицинские средства! Надо обращаться к этому! Нечего бояться! Правда, произносят почас слово страшное – кодировать! И всё, вздрагивают! Но вздрагивают от чего? Потому что слово «кодирование» часто у нас ассоциируется с чем? С какой-то магией! Да нет же! Есть чисто физиологические вещи, явления! Зашивают эту таблетку, например, на какое-то время! Ну, вот у меня есть знакомые, которые вот таким образом всё-таки, всё-таки, да, постепенно исцелились! Другие – нет! Срывался! Срывается человек, но очень слабохарактерный! Поэтому тут очень много значит такая, ну, психологическая помощь, сопряжённая с этой, с физической! То и другое нужно! Нужно помогать человеку психологически, и, глядишь, может быть, он тогда сумеет, сумеет, да, и выдержать, и постепенно отойти от этого дела! Это, надо сказать, это трудное дело! Но, если хочешь, то исцелиться можно! Помогать надо! Как христианину относиться к универсальной электронной карте? Можете быть спокойно, что мы все приходим в век, когда не только универсальная эта карта, какая разница, это вам паспорт бумажный или паспорт электронный, да, мы все придём к этому, к этому, так сказать, явлению! Потом посмотрите, насколько это удобнее! То вам надо идти, стоять в очередях, тут уберёте телефон, свой телефон берёте, и по нему посылаете деньги, и всё! У вас на счету есть деньги, и вы по нему проводите эту операцию! Вам не надо ничего делать! Вот! Это же научно-технический прогресс! Как хорошо! То надо свечи зажигать там, где-то оправлять, а тут счёт, раз! Электричество, пожалуйста! Ну, как, кто хочет отказаться от этого? Никто не хочет, да? Ой, как странно! Надо же это! А это же и есть! Всё один этот процесс и идёт в этом плане! Я не знаю, меня просто удивляет даже, когда задают этот вопрос, и когда пишут всякие работы! Чего мне только не дают! Господи, вот такие толстенные! Причём кто даёт подчас? Ой! Ой! Те, которые должны предупреждать, что... Помогать людям напротив! Всё это не имеет никакого значения в духовной жизни! Это чепуха! Мы находимся в гораздо... Куда более серьёзное дело, чем находится! Мужские монастыри заполнены женщинами! Об этом молчат! Ничего себе! А уже сколько случаев монах вдруг женится! Но даже если он не женится, как разогается духовная жизнь! Об этом молчат! А электронная карта! Испугались! Там поражение терпим страшное! А здесь что? Что меняет это? Бумага? Была гора бумаг! Теперь, оказывается, никакой горы не надо! Это же чисто научная вещь! И техническая! Бояться... Это... Знаете, я просто удивляюсь! Как, кстати... Кстати, боялись телефона! Боялись ездить на поездах! Боялись летать на самолётах! Чего только не бояться! Один интернет сейчас с ума сведёт! Что там электронная карта по сравнению с интернетом? Слушайте! Электронная карта... Фу! Мыльный пузырь по сравнению с интернетом! Который может развратить человека до безумия! И свести с ума даже! Вы знаете, какое зомбирование происходит! Какая зависимость происходит от этого интернета! А в этом не видят этой религиозной опасности! А вот электронная карта... Там уже бес! Да в интернете в миллион раз больше беса! Чем в электронной карте! Поэтому я просто... Вы знаете, вы мои личные мнения спрашиваете! Я вот отвечаю! Мне за это достаётся, конечно, да! Ну, ещё бы! Да! Не вижу! Не вижу опасности! Опасность не в этом! А опасность в омерщении, которое происходит в христианстве! Вот что в чём опасность! Мы всё более отходим от основ духовной жизни! Превращаем саму религию православную в форму! В форму! Вы посмотрите, чем живут массы наших православных! Так и живут! Где старец? Где прозорливый? Где какие-то мощи? Где чудотворная икона? Я однажды не выдержал уже и спросил вот так! Зал тоже в храме! Я говорю! От пьянства! Что нужно делать? Все к неупиваемой чаше ехать! Я говорю! Правильно! Не вздумайте! Казанской или Владимирской! Да или и другой не поможет! Тогда все! Я говорю! Что? И до чего дошли? Уже, оказывается, не Божья Матерь помогает! А уже икона Неупиваемая Чаша помогает! Вы понимаете, что это такое? До чего мы докатились! А одна старушка мне прямо сказала! Чему вас там учат в семинарии? Одна Божья Матерь! Не одна Божья Матерь! И давай мне пересчитывать иконы! Я сказал! Всё! Сдаюсь! 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 Конечно, это уже доходит до чего! Но, тем не менее, это электронные карты! Сколько рьяных защитников, то есть противников! Это мелочи по сравнению с тем, что творится вокруг! Со страстями надо бороться, а мы с электронными картами боремся, оставаясь сами в страстях! Уж если говорить, то вот действительно, церковная жизнь какова наша! Интернет один, что это делает! А вся наша пресса, посмотрите, телевидение, газета! Разврат же идёт какой! Здесь, да, мы покиваем головой и всё! А электронная карта номер один! А если ещё и чип, то всё уже! Всё! А если и шестёрки ещё, то вообще уже говорить нечего! Я говорю, Антоний Великого, а клейте всего шестёрками, и он останется Антонием Великим! Да! Как каббалисты нас! Знаете, есть такая секта в Иудействе, которые видят всю суть, что можно с помощью цифр и букв сделать, произвести различные мистические манипуляции с человеком, с природой и так далее! И вот теперь и нас начали пугать! Видите, в апокалипсии есть эта цифра! Значит, 666 – всё! Всё! Если даже скрыто в штрих-коде – всё! Я говорю, ой, голубчики, да, а если вам дадут 666 тысяч, не возьмёте во веки веков, да? Да! Ну, вот так смеются! Вы слышите, нас во что превращают? В последователей секты каббалы иудейской! Как о цифире! Апостол Павел пишет, идол в мире – ничто! Потому что это идол! Конечно, ничто! Бог всемогущий! В Него мы верим! Во Христа мы верим! В Его силу! А тут начинаем верить! То в чип, то в шестёрки, то в электронные карты! Знаете, суеверие! Вот именование всему этому! Ну, извините, что я так говорю, потому что мне уже этот вопрос постоянно задают и уже просто досады даже берёт! Процеживаем комара, комара, а верблюда поглощаем! Вопрос ещё у нас о том, как относиться к событиям в Украине, что это опущение Божьей, промыслов Божий, человеческий пакет, что там происходит сейчас? Есть светская точка зрения, так сказать, мирская, внешняя – это, так сказать, одна сторона. Для нас с вами другая сторона важна – каково христианское должно быть отношение. И вот здесь, здесь я скажу, мы должны всё-таки показать, какие мы христиане. Только сейчас мы говорили о том, что сей род изгоняется молитвою и постом. Если бы действительно мы хотели, чтобы те нестроения, которые возникли в Украине, прекратилось это кровопролитие, все эти несчастья, которые там, мы бы должны сделать то, что сделали когда-то неневитяние. К ним пришёл пророк Иона и сказал, если, то есть даже сказал, ещё три дня, и неневия погибнет. За что? За ваше беззаконие. Помните, что сделали неневитяне? Сам царь сбросился от царских одеяния, оделся в рубище. Весь народ посыпали пеплом голову своей, как это было в древнем обычае, объявили пост трёхдневный, причём какой? Не есть и не пить – это неневия, жара. Какая? Так? И помиловал Бог неневию. Но если бы действительно вот так христиане все по любви к украинскому народу поступили бы, представьте себе, вся русская церковь, все православные, вдруг сейчас вот так бы сделали, хотя бы уж не трёхдневный, однодневный пост с молитвой и всё, я не сомневаюсь, что там бы изменилась бы ситуация. Мы ничего не делаем, только ахаем, обвиняем. Одни обвиняют Россию, другие обвиняют Америку. Идут эти нескончаемые споры. Причём мы-то что можем сделать? Это правители могут что-то сделать, а мы-то что сделать? А ничего! Только спорим, злимся, да ещё враждуем друг с другом даже, из-за того, что не совпали наши взгляды. Вот бы, что надо сделать бы! Сделать так, как это требует действительно Бог! Молитвою и постом! Вот, если бы мы могли это сделать бы! Если бы пророк Иона пришёл бы и сказал нам! Или, если бы хотя бы откуда-то призвали бы нас, сказать, давайте вот этот день! Все, кто хочет, действительно, искренне хочет, а Бог увидит! Кто хочет, чтобы на Украине произошло... Усмирилась эта ситуация! Произошло какое-то умерение людей! Вот давайте этот день! Всё! Не есть, не пить! Ради этого! Помолимся! Побудем на богослужении! Если можно, поисповедуемся и причастимся! Ради Украины! Я не сомневаюсь, что тогда обстановка бы там радикальным образом изменилась! Вот как я смотрю на это дело! А в эти споры... Мне не хочется даже сейчас и говорить об этом! Это дело другого порядка! Вот так! И дай Бог, чтобы это произошло всё-таки! По причастию вопроса... Можно ли причащаться за каждой литургии? Когда? За каждой литургии! Дело вот в чём! Мы... У нас подчас много мечтательности, чтобы причащаться на каждой литургии, это надо, не знаю, какой образ жизни вести! Я думаю, что это только величайшие святые могли, может быть, каждый день причащаться, использовать для себя только! Это Иоанн Кронштадтский только мог причащаться почти каждый день! Это редчайшее явление! Потому что, скажу вам, мы так устроены, что мы очень скоро привыкаем! Причащаться достойно только тот, кто видит, насколько он недостоин! А здесь я уже, слава Тебе, Господи, я уже святой! Вот беда-то! Поэтому не рекомендуют этого делать! Рекомендуют! Нужно быть с этим очень осторожным! Очень осторожным с этим вопросом нужно быть! И нужно за собой следить, чтобы не наступило никакой привычки! Даже каждую неделю, и то это не каждый может даже вынести, я говорю, вынести внутренне! Потому что мы, к сожалению, очень слабые! У нас тут же начинает червячок самомнений, тут же там уже! Слава Тебе, Господи, благодать-то какая у меня! И пошло дело! Первым признаком, начиная ещё со здравия души, является видение своей греховности, а не это! Мария Египетская всего два раза в жизни причастилась! К кому бы мы сейчас пошли за советом? К ней? Или к кому? Или кто каждый день причаивается? Ну что вы! Причастие не спасает само по себе человека! Надо это запомнить! Спасает не причастие, а спасает наша верность в жизни Христу! Многие мученики, которые были язычниками, бросали свои орудия пыток и говорили, я христианин! Ему тут же голову с плечи! И вот Церковь объявляла святым мученикам, а он ни разу не причастился! Не спасает само по себе причастие человека! Как и все таинства, это только помощь в духовной жизни! Помощь! А помощь, когда это осуществляется? Когда действительно я хоть понемножку начинаю всё больше видеть, что во мне нет ни одного места непоражённого! Весь в страстях! Весь, как вот весь, в нарывах! Не троймили ни с какой стороны! Только нажмите, попробуйте, я подскочу! Вот, оказывается, к чему приходит правильная духовная жизнь, приводит человека! А мы ходим чисто внешним путём! Вот буду каждый день причаться! Всё к тебе в порядке! И ты никуда, Господь, не денешься! Вот! Беда какая! Не стоит! Не увлекайтесь этим вещами! Надо проявлять смирение даже и здесь! Недостойны мы, чтобы причащаться каждый день! Надо это понять! Недостойны! Мне кажется, что этот человек, ну, не зная ещё, ошибаясь, он не видит этого, что он недостоин, чтобы каждый день причащаться! Дай Бог, советую так! В три недели! Ну, в месяц раз! Ну, уж если надо, ну, в две недели, ладно! Великим постом можно, наверное, чаще, можно и каждую неделю! На то посты и установлены! А так вообще каждую службу! Это уже боюсь, что здесь мы с каким-то случаем неправильным встречаемся! Вот! Спасибо! Благодарю вас! АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕН